Какое красивое пиде нам принесли. В гостиной, например, вот так диван открывается. Если вам нужна мебель с узором, от когаточков, пожалуйста, Аслан принимает заказы. Бесплатно, просто чисто любитель. На любителя, знаете. Узор свой делает, да. Тут уже по заказу не получится. Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сегодня мы с вами посмотрим квартиры, которые сдаются в аренду в центре города. Я скажу, какие цены. Это будут, в принципе, 3 плюс 1, что вы себе приблизительно ориентировались. И какие условия. Вот так прихожая начинается. И сразу идет кухня. Ну, вот это, знаете, плохо, что очень много места над потолком остается. Они задействованы. Вот, стол. Холодильник новый. Балкон на 4 оборота закрыт. Вот, выходит на и шеклар. Я думала, с той, с комнатой вместе нет. Обычно ковры, да, сохраняют. Летом на балконах. В принципе, все есть на кухне. И даже посудомоечная машина. Или это стиральная. Нет, это посудомоечная. Аккуратненько все чисто. Это зал. Ну, не маленький. Ну, понятно, если витератор работает, то кондиционер не работает. Еще один балкон огромный. Ой, такой вид интересный. Видно, там строительство проходит. Так прям хорошо видно. Прям чуть ли не торговый центр будут строить или что. Коридор такой длинный. Три комнаты. Кстати, дому 30-35 лет. И смотрите, какие комнаты большие. И туалет, и душ тоже. Так, нормальная. Душевая кабина. Чистенько. Ну, 35 лет дому, то это чистенько. Вы тебя же сказали, что солнечная батарея не работает. Есть бойлер. Еще одна комната. Походу, детская. Балкон здесь тоже есть. Кондиционер. Вот она молодец. Сразу сказала, что не работает. То есть, ну, тут, походу, все одинаковые комнаты. Мне кажется, как будто это меньше. Здесь кондиционер работает. Она очень старая. Вы посмотрите, какая замазка там идет. Мне кажется, там все капает. Очень-очень старая. Ну, 30 лет. Смотрите, они еще деревянные. Видите, полотенца лежит. Даже не забирали. Видно, протекает нормально. Смотрите, сколько книг есть. Вот один плюс в домах, которые старые, вот 30 лет. Огромные территории. Кач-бурда-каре. Эф-кач-каре. 160 квадратных метров. И тут такое, видите, чтобы шахматы играть. Я не могу. Артисты. Такое придумали. Для того, как вы посмотрели квартиру, обязательно выходите и смотрите вообще состояние дома. Потому что в середине можно все закрасить, подрихтовать. И вы не увидите, если дом, например, начинает уже конкретно разрушаться. Этому дому 30-35 лет. Ну, по документам понятно, что нужно точнее посмотреть. Но, в принципе, он в хорошем состоянии. Нету никакой сырости. То есть, или делали ремонт недавно. То есть, построен, в принципе, неплохо. А сверху выглядело, как будто, прям, не знаю, целый торговый центр. Нет, я думаю, что это просто будет жилищный дом. Ничего такого большого здесь нет. Просто как-то, вот видите, экономия. Ну, вот как в такую комнату что-то поставишь? Вот это. Ну, что? Ну, разве кухня, наверное, я думаю, это будет? Вот это что? Вот этот треугольник. Это что? Это куда его? Как-то вообще... Ей вот там сейчас рушат. Ну, в принципе, правильно, потому что новые дома там, видимо, были старые. Они сейчас это все перестраивают. Красивый район, я вам скажу. Это сразу из Шеклара. Пять минут. Какие? Две минуты от Шеклара. То, что мы сейчас посмотрели, они просят за три месяца квартплату. Ну, то есть, это депозит, это задаток, не задаток, а оплата самому агентству. И плюс три аренды. То есть, 14500 они хотят, можете на пять. Вот такой первый взнос вы должны заплатить за вот эту квартиру. Это строительство рядом идет. Чтобы вы понимали, идеальная квартира в этом районе, в центре, 3 плюс 1 будет стоить где-то 25 тысяч лир. То есть, та сумма, которую они захотели, это, в принципе, нормальная. Но минус большой в том, что сразу стройка идет. Это будет гул. И это не один месяц, это может быть целый год. И минус в том, что кондиционеры старые. Вы знаете, недавно отель Al Pasha, из-за того, что старые кондиционеры, был взрыв. Он сгорел полностью. Два человека сразу погибло и несколько было раненых. Поэтому старые кондиционеры вам не советую. Разве вы будете рассчитывать на то, что вы купите новое. Но новое стоит в районе 10 тысяч лир. Можно взять бэушные. Он может работать хорошо. А может быть, через 2 недели просто остановиться и забрать деньги, которые вам гарантировали, что отдадут, если он перестанет работать, будет тяжело. Разве что вы пойдете в полицию и придете с полицией вместе туда. Будете разбираться. Но это 50 на 50. Следующий агент, она позвонила, что едет, что нас заберет. Потом, оказывается, она не едет, потому что какой-то трафик, чтобы мы с вами пришли. Ладно, мы пришли, но прикол в том, что трафика вообще никакого не было. Потому что это был день, утро. Она в маске была. У меня грипп. Ну ладно. За все время, что мы там были, она ни разу не кашлянула, не высморкалась. Ну то есть, то такое. Так, сразу с входной двери. Вот одна комната. Ну, кстати, здесь поновее кондиционер. Вот это то, что не прячут в стену. Провода, это очень красиво. Диван такой, типа кожаный. Вот, идет балкон квадратный. Ну, небольшой, кстати, нормальный. Телевизор есть. Диван. Слушайте, тут такой ветер классный вообще. Это третий этаж. Вам кажется, что это третий этаж? Я когда поднималась, тут лифта нет, то мне сказали, что все семь этажей. Я шучу, просто, знаете, мне уже 46. Поэтому, там кто молодой, он даже не поймет, что поднимался. Такая чистая территория. Такое чувство, что будут застраивать. Вот там уже, видите, строят. Мы куда не пойдем с вами, всюду уже стройка. Видите, какие красивые батареи солнечные. Солнечные батареи, и мы напротив них. То есть, вы понимаете, какой здесь высоты третий этаж. Очень высокий. Вот, окна сюда тоже открываются. Он показывает, что в джакузи вот есть мотор. Угу. То, что оно работает. Вот здесь есть Шопен, он показывает, что идет горячая вода. Он говорит, я только этими пользовался. Ну, пока что, пока что проходит. Да, да, очень быстро, кстати, вообще. Угу. Ну, чем минус, они очень быстро ломаются, и перепады идут. Или резко горячие, или резко холодные. Все, это уже горячая пошла. Потом, пока настроить опять, ну, большая территория. Тут он ремонт делал, поэтому все так немножко заброшено. Вот, умывальник, шкафчики. С порцией он позакрывал. Были стол с зеркалами. Кондиционер плохо, но работает лучше, чем в предыдущих квартирах. Кровать. Он говорит, что вот этот шкаф они перенесли с другой комнаты. Поэтому не сильно затянуты эти гвоздики, шурупы, шурупы. Потому что, возможно, его в другую сторону опять будут перетаскивать. Но я думаю, что он уже просто не выдерживает ничего. Он просто шатается. Затягивай, не затягивай. Если бы можно было затянуть, все бы уже затянули. Обычно в таких квартирах еще вот такие большие шкафы есть. Там можно поместиться все вместе. Он говорит, что 20 лет дома, но мне кажется... Смотрите, вот это фильтры, чтобы была чистая вода. Но их нужно менять. Он сам признался, говорит, ну где-то будет 150-200 лет. Короче, он не знает. Там может быть и 600. Это надо узнать. Потому что, а ночь сейчас будет, если использоваться, то будет грязная вода. Вот. И такой вольер. Это на все помещение он работает. Слушайте, это что? Газовое? Это вот прям... Да ладно, еще такие есть? Это спичка. Вы за... Это помните, как когда-то было? Арчилик. Это я не знаю, сколько ей лет. 100-110. Я шучу. Ага, вот это такая маленькая комнатка. Тут столик для деток, для учебы. Ну, наверное, один диван поместится. И балкон с одной стороны идет. Здесь почему-то нельзя выйти. И вот он переходит туда. Здесь есть плитка. Но прикол в чем? Газ проведен, трубка под полом. И выведен вот сюда. Для безопасности. Он говорит, я переживаю, чтобы ничего не взорвалось. И я газовый баллон поставил сюда. А шнур, чтобы и шел газ, пошел под полом. Я не знаю, или это нормально. Скажите, кто соображает. Или так можно? Ну, наверное, можно, если он так сделал. То есть он все переделывал здесь. Видите? Ну, я не знаю. Это больше, чем 20 лет. Однозначно. Хотя они на улице. Поэтому, может, быстрее испортились. Испортились. Так, кондиционер здесь. Он так как-то интересно держится на соплях. Тоже одинарные, да? Как в том. Всюду одинарные. То есть будет быстрее нагреваться и быстрее охлаждаться. В гостиной, например, вот так диван открывается. Но спать вот так постоянно нельзя. Потому что это дыры. Это для гостей можно на одну-две ночи разложить. Сверху какой-то легенький матрасик положить, разве что. Вот здесь тумбочку придвинули. Вот вам еще одно. А там еще можно что-то сохранять. Ну, зал, в принципе, неплохой. И вы знаете, вот ветер очень классно дует. Поэтому прохладненько. Ну, высоко для третьего этажа, конечно. Именно нормально. Но если каждый раз подниматься пешком, то очень весело. Он только сделал ремонт, и еще тут никто не жил. Кто не понравилось? Красивый кондиционер. Я говорю, включите, пожалуйста. Потому что мы попытались включить. Агент говорит, ну, наверное, батарейки не работают. Я говорю, хорошо. Хозяин, говорю, включите. Аслан, иди сюда. Он батарейки, наверное, не работает. Начинает стучать. Новый кондиционер. Понимаете, да? Я говорю, ну, поменяйте батарейки. То есть он пошел менять батарейки. Пришел, кондиционер стучал, гудел, но он так и не заработал. И на всю аппаратуру, говорит, я сделал, и на год дали гарантию. Я говорю, что ты сделал? Ну, думаю, что ты сделал? То есть ты купил бэушную, и тебе дали гарантию там на год. То есть это как-то странно было. И мой знакомый вышел, говорит, вообще неприятное какое-то, ну, чувство. Говорит, нет, это точно нет. Куда ты забрался? Куда, хлопчик, забрался? Куда? Куда, тяга, маленькая цитра, мама, она забралась. Если вам нужна мебель с узором, от коготочков, пожалуйста, а с вами принимают заказы. Бесплатно, просто чисто любитель. На любителя, знаешь, узор свой делает, да. Тут уже по заказу не получится. Вот у меня сегодня увидела диван уже, да, в узорах. И еще там практически не было кровати, где спать. Только диван и одна кровать. Это тоже неудобно. Мы пошли перекусить. Случайно вышли на вот это кафе. Ну, вернее, мы на улицу вышли. Я вспомнила, что там это кафе находится. Советую. Вкусно готовят. И, ну, чистенько. Кондиционер работает. Не скажу, что сильно, потому что двери открыты всегда настижь. Это для них, мне кажется, вообще большой убыток. Потому что, ну, и кондиционер включить, и двери не делайте так никогда дома. Потому что он начнет капать со временем. Это очень плохо для кондиционера. Должны быть закрыты все окна и все двери. Ну, это элементарное правило. Я думаю, что я вам не открыла какую-то тайну. Вот так люди переселяются из дома в дом. Все быстренько загрузили и завезли. Со знакомым перекусить. И вот ребята делают пиде, видите, какие большие лопаты. Печь. Они уже раскатали, правда. Вообще здесь маленькие делают пидешки. Вот такие булочки, лаваши. Вот такие малюсенькие. Если честно, я очень редко где-то такие вижу, но у них такие продают. Если вы здесь садитесь, то вы заказываете вот пиде. Обычное большое. И здесь вам дается сразу меню, что можно собрать вместе. Или кола, и айран, и салат. Видно все. Кстати, очень большая разновидность пиде. Вот такое красивое пиде нам принесли. Салатик. Кола, айран. Всем приятного аппетита и нам тоже. По дровах я ориентировалась, где находится кафе, потому что я его снимала, но адрес я не запомнила. Вот есть телефон, по которому можно заказать сервис. И пешком от троих ворот сюда идти где-то минут 10-15. То есть недалеко, практический центр, но пиде с кубиками мяса стоит 85 лир, с фаршем 60. То есть цены классные. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал Juliana Home Official. Я там тоже буду рассказывать о квартирах, которые мы дальше смотрели. И на канале Украиночка у Туречени. Кто понимает украинский язык, тоже покажу квартиры. Потому что за этот день мы проходили, я даже не знаю, сколько квартир. Но нам надо было именно в тот день решить, поэтому много. Уже под конец мы ничего не соображали. Ну, короче, посмотрите. Я вас целую, люблю, обнимаю. Если будут у вас какие-то вопросы, конечно же, задавайте. Я с радостью отвечу на них. Желаю вам мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, исполнения ваших самых-самых заветных желаний. Будьте с Богом! Субтитры сделал DimaTorzok